В этом мире человеку только дважды удавалось войти в славу Божию. Первый раз это пророку Моисею, когда сам Творец на горе Синай дает всему человечеству закон Божий, посредством которого все ветхозаветное человечество должно было принять Христа Спасителя. И второй раз это на горе Фавор, когда ученики, святые апостолы смогли предощутить ту славу, которая ожидает каждого любящего Бога. Сегодня праздник преображения Господнего. Именно этот день, когда человечеству удалось вступить в Божественную славу, так, чтобы уже здесь, на земле, всем своим естеством, душой, умом и телом понять, что же такое Царство Божие. В одном из сегодняшних церковных песнопений говорится, что Божественным днем с преображением человеческое сильнейство божественно предосиняет. вести ли глаголюще «Преображься Христос, спасая вся». То есть Христос в этот день показал человеку, как венцу творения, ту величайшую славу, которая изначально предназначена для каждого из нас. Когда мы говорим о Боге, когда мы вникаем в Божественное Откровение, то понимаем все, что все, что говорится в Божественном Откровении, касается самого главного, касается спасения человека. А спасение наше — это не просто такая аллегория, не просто теоретическое некое учение. Спасение — это задача человеческая войти в Царство Божие. Царство Божие — это абсолютная власть Божия над видимым и невидимым миром. Но мы знаем, что наивысшее творение обладает свободой. Бог не нуждается в механическом спасении человека. Мы отражаем самого Бога. А Бог абсолютно свободен. И эту абсолютную свободу в какой-то мере Господь наделил и каждого из нас. у нас есть выбор, как мы желаем жить в вечности. И поэтому эта абсолютная власть Божия наступает тогда, когда, говорят Святые Отцы, будет побеждено всякое зло. То есть, после второго пришествия Христа Спасителя, когда будет окончательно самоопределен каждый, кто имеет свободу выбора. В то же время мы помним слова Христа Спасителя, сказанные Его ученикам, когда Он, говоря о пути к крестным, сказал, истинно говорю вам, что среди здесь стоящих есть те, кто не в пусть и смерти, пока не увидится на человеческого грядущего в божественной славы. То есть, Христос говорит, что ученики, кто-то из учеников уже до земной смерти увидит славу Божию. Это означает, что мы должны искать этот момент божественного откровения, когда же это случилось. И по мнению Святых Отцов это случилось именно в момент преображения. Когда Его три ближайших ученика зашли на гору с Ним помолиться, и вот здесь произошло невообразимое для человеческого ума, человеческого восприятия. Еще не было этого опыта общения с Богом, когда Господь настолько является близко человеку, что у человека нет слов. Как это выразить? Есть только какие-то описательные слова, когда можно сказать, а что же это так произошло, хотя в сути этого происходящего невыразимо. Вообще мудрые отцы говорят, что все тайное, величие, самое величие, оно невообразимо, неописуемо. О нем нельзя сказать по-настоящему, но оно постигается опытом. Человек это может осознать, понять, хотя вот человеческой логики и человеческого нашего аппарата не хватает, как это выразить. Апостол Петр, не зная, что в этот момент можно сказать, сказал по-человечески очень просто, нам здесь хорошо. Вот когда человеку хорошо, вот как найти эти слова, может быть прекрасный гений поэта может хоть немножко как-то выразить, но у нас людей земных нет этих слов, которые могли бы хоть немножко сказать нам, что это такое ближайшее соприкосновение славой Божией. Когда мы говорим о преображении, то, конечно, само слово преображение предполагает некое изменение. Но что произошло, кто изменился? Изменился Христос? Но мы знаем слова Божественного Откровения, которые не ложны, не приложны, неизменны. Апостол Святой сказал в посланнике евреям, Христос вчера, сегодня и во веки тот же. То есть Христос как истинный Бог не изменяет. Но то, что же тогда произошло на горе Фавор, когда Господь явился блистанием своего естества так, что все даже тварное тело, даже одежда его просияли. Бог по своему существу не познаваем. Мы никогда не сможем сказать, что такое или кто такой Бог по-настоящему. Конечно, после Второго пришествия нам будет явлена тоже часть возможного восприятия кто такой Бог. Но по существу различия между Богом, Творцом и Творением настолько велики, что даже нельзя вообразить никак, никаким гениальным словом, разумом, кто такой Бог. И тоже из опыта мы знаем, что Бог здесь, на земле. Он соприкасается с человеческой жизнью. Мы молимся и получаем реальную помощь. Это означает, что Бог своей энергией, своей благодатью присущий всему тварному. И у человека есть такая возможность соприкоснуться с тварным светом, тем светом, который не является от земли, а тот свет, который просеивает от Бога. И вот на преображение на фаворе Господь явил своим ученикам возможную восприятие человеческому эту божественную славу. Но это означает, что не Бог изменился. Это означает, что в это мгновение апостолам дано было возможность измениться так, чтобы увидеть то, что всегда Богу присуще. Преподобный Иоанн Дамаскин так и говорит, Бог на фаворе не явил что-то то, что ему не присуще. Это всегда было с Богом Христом. Но к сожалению, человеческие глаза, не только физические, но и духовные, они сокрыты. Грек не дает нам понять, увидеть, познать то, что являет Бог на свое творение. Но бывает так, как на говори, фавор, когда мгновение изменяется человек, глаза открываются, и человек может увидеть, кто такой Бог. И от этого неизменная радость, неизменное блаженство, именно то, с чем Бог был создан изначально. Но Бог изменяет человека не внешне, не просто вот как-то открыл человеку глаза снял в эту завесу. Бог открывает человека изнутри. Божественный свет просевает изнутри, из существа человеческого естества, и вот тогда человек становится самим собой. Нам-то иногда кажется, что мы живя в этом мире, заботясь, хлопача, приукрашаясь как-то внешне, нам кажется, что это мы. Но мы-то своей душой тоже неизменно. Вот душа, наверное, люди взрослые прожив жизнь, понимают, мы понимаем, что вот это восприятие жизни, которое было в детстве, оно и сейчас такое же. Вот душа не меняется, душа вот имея начало, не имеет конца, она вот такая вечная, бессмертная. Но для того, чтобы произошло это изменение, необходим труд. К сожалению, мы не просто являемся венцом творения, не только украшениями этого тварного мира, к сожалению, мы еще являемся греховными. Грек вошел в наше естество, вошел настолько тесно, что мы порой не можем разделить, что такое грек и что такое мы по своему существу как образ и подобие Божие. И поэтому для того, чтобы воспринять Бога, Его благодать и необходимо много потрудиться. Святые отцы говорят, что символически Господь взял с собой трех апостолов. Святитель Дмитрий Ростовский как бы вбирая все святатейшеское предание говорит, что даже по личности можно определить, что необходимо человеку для того, чтобы найти свой фавор и найти преобразившегося Христа. Апостол Петр символ веры действительно это образ такой живой горячей веры, вера, которая побеждает все, если мы не обращаем внимания на нашу греховность, наш эгоизм. Апостол Иаков первый из апостолов, кто пострадал за Христа, был умерщен, это символ надежды на жизнь вечную. И, конечно, третий апостол Иоанн Богослов это символ любви, венца человеческой добродетели. И вот если человек достигает и живет в этих добродетелях, имея веру, надежду и любовь, он обязательно найдет свой фавор. Кроме того, когда мы стремимся к Богу, мы стремимся к Царству Божьему. Царство Божье имеет всегда своего Царя. Другое Царство имеет своего Царя. Царство Небесное имеет своим Царем самого Христа Спасителя. Но удивительный опыт духовной жизни показывает, что там, где Христос, там небыкновенное Царство начинается. Это означает, что не только там, где на бытии после смерти нашей земной и второго пришествия начнется Божественное Царство. Если человек нашел здесь Христа, обретает здесь Христа, уже здесь начинается Царство Христово. И поэтому для нас, дорогие братья и сестры, этот праздник великий дана в гора фавор. Образ того, куда нужно идти и как нужно служить Богу. Святитель Прок, патриарх Константинопольский в одной из своих проповедей так и говорит. Христос преобразился не просто так. Он показал ту славу, которую ожидает человеческое естество, но при этом, чтобы достигнуть освящение, преображение и спасение, необходимо пройти очень сложный путь изменения. И этот путь изменения является единственным путем, которым должен пройти этот человек, который ответственно относится к своей жизни, к тому дару, который ему дает Бог. Мы должны найти, дорогие братья, все со свою гору преображения и стремиться к ней для того, чтобы получить ту славу Божественную, которая ожидает каждого из нас. И мы должны помнить, что когда мы говорим о преображении, мы говорим не о каком-то параллельном мире и не только о том, что приобретают только люди святые, о которых мы читаем в житиях святых. это путь каждого человека, если мы его не пройдем здесь на земле, мы не обретем божественной славы и в вечности, когда лишимся этого бренного тела. Вот этот путь, реальный путь каждого человека, который мы с вами пройти, путь добродетельной жизни, путь самоухорения и, конечно же, путь глубокой мольбы, моления, молитвы. Мы должны научиться молиться, понимая, что человеческих сил на пути спасения недостаточно. И поэтому молитва всегда не просто нужно приговорить какие-то слова, не просто нужно прочитать молитвословие какой-то чин, утренних и вечерних молитв. Молитва это всегда внутреннее вздыхание, разговор с Богом. Бог, разговор откровенный, при украшении так, чтобы просто проборботать какие-то слова на ходу, спеша. Так что и сами не поняли, и, конечно, что же Бог понял, если мы ничего не поняли, что мы сказали. Молитва это всегда осознанный разговор с Богом, когда мы понимаем свою жизнь так, как она есть, и просим у Господа помощи. Или же благодарим за те неизреченные благости, которые мы получаем каждодневно и ежесекундно. Вот это и есть этот путь преображения, путь фаворский, чтобы приобрести ту славу, которую мы можем воспринять и должны воспринять здесь на земле, и которая в полноте своей откроется не в вечернем дне Царства Христова, которого никогда не будет конца вовеки. Аминь. 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 Видео